Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Аманенко присоединяется к нашему эфиру. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, почему F-16 на сегодняшний день пока существенно не изменили ход этой войны. Что они сейчас, какую функцию несут F-16 на вооружении вооруженных сил Украины, воздушных сил, если мы понимаем, что под крылом у них не совсем то, что нам нужно. Для дальнобойного, ну или там среднего радиуса ударов, как об этом говорит Иван Ступак в сюжете. Потому что мало их, было 10, один мы потеряли, может быть, частично пополнили. И в лучшем случае до конца этого года, может быть, будет 20, потому что на текущий момент была информация о том, что пилотов подготовили 20. Самолетов могло быть значительно меньше, то есть больше. А такое количество существенно не влияет на состояние дел в воздухе. Хотя, значит, благодаря все-таки какому-то количеству готовится инфраструктура, обеспечивающаяся, работает инженерно-технический состав, аэродромная структура, и не только аэродромная. Потому что мы видим, что фактически все аэродромы известны противнику, и он осуществляет периодические нанесения по ним ударов. Поэтому на текущий момент выполняют функции, а не истребителя, с вооружением которой это следующий серьезный момент, а какое же приданок до этих украинских F-16 вооружения. Оно истребительного характера, действия самолета как истребитель, причем используются по непилотируемым целям, такие как крылатые ракеты и беспилотные авиационные ударные средства противника, шахиды, баражирующие боеприпасы. И на большее необходимо... То есть ракеты авиационные, это воздух-воздух, были наданы с возможностями, с околовками инфракрасными, на дальности сначала 20, потом якобы до 40 километров, там вот была информация, ну и с радиационными головками АМ-120 на 110 километров. И тут вопрос, а дали ли ракеты этого класса с дальностью 160, там 180 километров. Вот в этом случае, в общем-то, реалистично представляется момент, связанный с тем, что F-16 был уничтожен Су-34, который нес управляемые авиационные бомбы. Вот такой расклад. Мы очень надеялись на то, что все-таки поступят ракеты Джасом. Президент американский сначала утвердил это, а потом, значит, американцы начали говорить, там россияне очередной раз очертили красную линию о том, что нет смысла передавать, потому что летательные аппараты российские уже за 300 километров все, то есть, перебрались в дальнюю зону от линии соприкосновения, ведения боевых действий. И, конечно, в таком случае возникает вопрос, а для чего же оттягивали такого рода возможности передачи или снятые с запретов? Ну, очевидно, для того, чтобы американцы шли навстречу россиянам и давали такую возможность. Значит, разговор был, что 90% они перегнали, а время идет, и, возможно, все 100%. Но все равно цели были, есть и будут оставаться для того, чтобы наносить удары подобным оружием. Нам это необходимо. Ну, а со стороны руководства наших наиболее мощных союзников решение не принято. Вот вчера встречались снова, и как бы позитивно с тем, чтобы поснимать запреты, решений не было. Поэтому состояние на текущий момент, к сожалению, такое. Вы имеете в виду эту встречу Байдена, да, вчерашнюю с лидерами Германии, Великобритании и Франции, на которой были у них разногласия по пункту о разрешении дальнобойных ударов по Российской Федерации. Вот они повторяют эти слова о том, что этого мало для кардинального изменения ситуации на фронте. Ну, хорошо, расширьте тогда список того, что вы разрешаете, что вы передаете. Что может изменить на сегодняшний день эту ситуацию? Изменить может системность в обеспечении и в поставках вооружения и техники, боеприпасов. Причем это делать надо мощно, в широком спектре и быстро. Что не делается, к сожалению. Поэтому отсюда и состояние дел у нас на фронтах достаточно сложно, поскольку, в принципе, увеличить количество, хотя у нас здесь недоработка внутренняя, мобилизация вооруженных сил для того, чтобы укомплектовать все-таки бригады, хотя бы которые на линии ведения боевых действий, соприкосновения, а также формирования резервных бригад. То есть с россиянами сложно в этом смысле конкурировать, их население гораздо больше. Наш подход заключается в том, что мы можем их побеждать, если овладеем технологичными, новыми вооружениями и техниками. Для этого необходимы достаточно серьезные усилия. Со стороны наших союзников, в первую очередь американцев на словах президент Байден говорил, что такое вооружение будет надо после этой паузы на полгода, хотя сделано до сих пор это не было. И поэтому идет соответствующая борьба для того, чтобы в ближайшее время изменить эту ситуацию, принять соответствующие решения и обеспечить качественное изменение поставок вооружения, техники, боеприпасов со стороны союзников, и в первую очередь американсов. Ну, возможно, это изменится уже в ближайшее время и выйдут на системность. Я о словах Владимира Зеленского, который говорит, что была достигнута договоренность с Байденом о том, что Соединенные Штаты теперь начнут помогать нам с интервалом в две недели на сумму от 500 до 700 миллионов долларов, ну, миллиард в месяц. То есть, конечно, важно, что будет в этих пакетах, правильно? И какие там красные линии будут учитываться. Хорошо. И по авиапарку, если пойдем дальше, Франция обещает подготовить пилотов для миражей 2000-х, и первые самолеты обещают уже в начале 2025 года. Но я обратил внимание, что у многих экспертов и военных ожидания именно от этой модели не слишком высоки. Правы ли они? Ну, скорее всего, от количества, в общем-то, там возможности разные, от 12 до 20 машин, но французы хотят оставить у себя часть, то есть и нам помочь, и у Сабих оставить. После модернизации, в принципе, этот самолет может быть и как истребитель использован, и применяем, и как легкий штурмовик, и даже по характеристикам быстрее и выше может действовать, чем F-16. Но здесь, опять-таки, мы помним заявление где-то в мае, там, по-моему, президента в июне Франции о том, что будут готовить и приступили к подготовке и передадут до конца года. В том ситуации, как мы видим, меняются, то ли более глубокую модернизацию, то ли ещё, но очень не хотелось бы, чтобы алгоритм действий был так, по-американски, которые там могли ещё за год. Перед этим всё это снимается, запреты, тем более, что самолёты были европейские, и они были к тому времени готовы, и пилоты в достаточной степени. Потом начались процессы управляемой эскалации по Салливану, и поэтому, значит, в очередь не могли бы встать по подготовке пилотов, хотя американцы тысячу их готовили в год, а 12 наших не могли, ну и так далее. Поэтому так или иначе, значит, изменились по времени поставки «Миражей» с пилотами на первый квартал, а первый квартал — это, значит, весна. То есть вот тут ещё раз говорю о том, что очень хотелось бы, что теперь хотя бы эта дата была выполнена французами, и это было поставлено. То есть если изменить, чтобы ситуацию в воздухе, надо порядка там 200 самолётов, а здесь идёт там один десяток, два, три, то есть принципиально это достаточно сложно, но надо начинать и надо наращивать такого рода усилия. Для этого американцы в том числе надо снимать запреты со шведов в поставках «Гриппины», которые лучшие F-16 старых этих, и авиационное вооружение к ним там есть лучшее, чем могут на F-16 поставлять американцы, которые пока не поставляются. То есть перспективы есть, необходимое политическое воле и решения, которых пока на текущий момент нет. Относительно поставок вооружения, там полмиллиарда и там 700 миллионов, мы помним, что до паузы американской на полгода они нам поставляли через каждые две недели миллиард-полтора миллиарда. И после паузы президент Байден сказал, что, ну, во-первых, извинялся перед украинским народом, не забывать это, и сказал, что ситуацию лучше, денег не хватало, хотя это не соответствует действительности. И израильтянам поставляли во время этой паузы, и F-35 гораздо дороже, чем старые F-16, и бомбы двухтиповые и так далее. То есть двойные стандарты, к сожалению. Ну и потом, значит, президент Байден обещал более мощную и потужную поддержку Украины. Ну, а с цифрами я вот как доктор технических наук могу сказать, что 500 миллионов и 700 в арифметике всё-таки это меньше, чем там миллиард и полтора миллиарда. То есть а где же мощная добавка по сравнению с тем, что было, не просматривается. Поэтому мы нас научили эти паузы к тому, чтобы мы подходили к, скажем, прагматично и рационально всему тому, что говорится нашими союзниками, и верим, собственно, в конкретные действия. А действия на текущий момент такие, которые не позволяют выбраться из ситуации с силами обороны Украины, когда противник в течение года проводит свою стратегическую наступательную операцию, и на текущий момент мы остановить продвижение пока не можем. Игорь Александрович, а вы, кстати, не ведёте учёт, сколько уже израсходовано из тех 61 миллиарда долларов, которые были в конце весны приняты Конгрессом? Нет, я этим как бы не занимаюсь, информация может быть, но я понимаю, что... Интересно, какой там остаток ещё остается. Я здесь хочу сказать, что к концу финансового года, до 1 октября, американцы чуть-чуть не сожгли, значит, эти 5-6, по-моему, миллиарда, которые были у них в бюджете именно на Украину. А в это время, то есть июль, август и сентябрь, они нам давали помощь на 200 плюс-минус миллионов долларов, хотя имелись вот такого рода деньги, но и вот поправили всё-таки, слава богу, не сожгли, а там ещё 2,4 миллиарда были президентские. То есть помогать-то есть с чем. Вопрос в том, чтобы принять соответствующие решения. Ну, если там помогать по полмиллиарда, или там 700 миллионов, и особенно из того, что необходимо, ну, спасибо и за это, как говорится, но где то изменение в поставках, которое бы обеспечило серьёзное изменение ситуации, которое имеет место сейчас на фронтах? Пока его нет. Подождём две недели. Я о выборах американского президента. Возможно, после будут ответы на многие из озвученных нами вопросов. Спасибо вам огромное за то, что вы находите время и делитесь своей аналитикой. Я зрителям напомню, что к нашему эфиру присоединялся генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук и доктор технических наук профессор Игорь Романенко. Спасибо огромное. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корр